Армия французских медиков вступила в бой с коронавирусом. Но готовы ли они к этой войне? Мы поговорили со многими врачами, медсёстрами и санитарами. Вот одно из их свидетельств. Мы нашли способ получить маски, но это всё, что у нас имеется. У нас нет ни одноразовой одежды, ни комбинезонов, ни дезинфицирующих средств для рук, ни сеток для волос, ни очков, ни специальной обуви. Доктор Бенали работает в отделении скорой медицинской помощи. Она говорит, что большинство медработников во Франции находятся в таком же положении. Её слова подтверждают и тысячи комментариев в соцсетях. Я вижу, что все мои коллеги в такой же ситуации. Я слышала, как медсёстры, в том числе и в частном секторе, говорят, что идут на работу, скрипя сердце. Я знаю, что сейчас пошла тенденция представлять медработников героями, но это не обо мне. Я не героиня, мне страшно. И да, я попросила обеспечить мою безопасность во время ночного дежурства, потому что у меня есть опасения. Французская система здравоохранения и так же работала в кризисном режиме на протяжении нескольких месяцев. Тысячи медработников объявили забастовку, осуждая сокращение бюджета, которое, по их словам, поставило государственные больницы на грань краха и подвергло риску жизни людей. Доктор Бенали говорит, что теперь наступило время расплаты. Решение о закрытии границ Франции призвано помочь контролировать распространение вируса. Это решение должно было быть принято раньше. Все меры вводятся с опозданием на две недели. Мы этого ожидали. Мы хотели, чтобы школы закрыли гораздо раньше. И вот только теперь их полностью закрыли, говорит Сабрина Али Бенали. Она и ее коллеги считают, что все это лишь начало. Я попросила мужа купить побольше мешков для мусора. Я буду каждый раз выбрасывать блузу после работы, как если бы это была одноразовая одежда. Надо как-то выходить из положения. Но очень печально, что седьмая держава мира находится в таком состоянии. Французские медики говорят, что когда война с коронавирусом будет окончена, они начнут новую борьбу за то, чтобы больше никогда им не приходилось встречать подобный эпидемиологический кризис безоружными. Продолжение следует...